Так, пацаны, в этом тракторе есть одна, ну просто душераздирающая особенность. Конечно, это сейчас на всех присутствует, но здесь она просто мне рвёт мозг. Пищалочка заднего хода просто рвёт мозг. И не только мне, здесь чуть ли камнями уже не начали кидаться. Значит, штекера, вот штекер, тут что-то ещё, хотя, может быть, это, или это, скорее всего, пищалка, это тоже, наверное, какая-то. Здесь раз, вот я и отстегнул. Я думал, наверное, придётся по одной отстёгивать, обычно так, что-нибудь одно отстегнул, сразу что-то ещё отключается. Запомнили? Каматсу 93-й, WB. Вот она. Остальные, наверное, лучше не трогать. Конечно, неплохо чем-нибудь заизолировать, замотать на будущее. Иначе больница по нам несчастным. Вообще-то, честно говоря, на этом Каматсу вот один момент, он мне сразу в глаза бросился. Дело в том, что при сложенной... Ой, телефон фирмы попался. При сложенной задней стреле закрывается, ну, если не весь, то почти весь обзор. Как-то на других тракторах я этого не замечал. Да, конечно же, перекрывает большую часть, но всё равно где-то там-сям щели есть, и довольно-таки неплохо можно ориентироваться, повернув просто голову. Вот здесь, может быть, здесь этот ковш ещё такой, но всё равно. Я как сел в него, я сразу понял, что сзади натуральная стена прямо, непробивная. Такая вот деталь бросилась мне в глаза. Не знаю, хватит места на этой камере или нет. В общем, одна очень неприятная деталь. На этом стоит... Вот, обратите внимание. Очень аккуратно будьте, когда... Если, не знаю, может на других не так, я только что чуть не оборвал вот этот вот штуцер на одном из шлангов. Они прямо торчат. Они прямо торчат вверх, выше, скажем так, грубо говоря, габаритов. А об этой мелочи можно забыть. Я только что заворачивал сюда. Ну, может быть, штуцер сам бы не оборвал бы, но дерево покалечил бы. Вот ещё один нехороший недостаток. Значит, шланги на дополнительное навесное оборудование экскаватора очень короткие. И когда планировочный ковш выворачиваешь до конца, в какую-нибудь сторону, смотрите, как натягивается. Всё, уже дальше не могу. А если, например, оставить так, и потом загнуть... Потом загнуть стрелу. Вот сейчас вот буду поворачивать планировочный ковш. Он уже натягивается, этот шланг. Вот так. В общем, надо подлиннее. Но это конкретно по этому случаю. Я сразу как-то с первого раза не заметил. Потом смотрю, ёлки-палки. Что такой натянутый? Беда, а? Ещё пару слов по поводу вот этой вот задней... заднего окна. Некоторые это вообще дверью называют. Во-первых, смотрите, не хлопайте. Это касается не только Камацу. Это касается многих вариантов. Если со всей дури её закрывать... Видите? Стекло отходит... Оно приклеено чем-то. Оно уже дошло почти до ручки. Оторвалось. Если оторвётся до самого конца, вообще упадёт. Но на этой стороне более-менее. Ещё. Ещё. Если особенно стоит планировочный ковш, открытое окно до конца, смотрите, резко не закройте, когда планировочный ковш стоит ближе всего до самого упора. Вот вы поставили. Очень легко разбить. Моментально разбивается. Если со всей дури его сейчас закрыть, он об этот... громкой, об этот ковш... Не обязательно, кстати, планировочно. Это может быть всё, что угодно. Прицепляется к нему всё, что угодно. И вы можете разбить его. Точно так же, как и при закрытом заднем окне. Всё равно близко его не подпихивайте. Потому что при езде он вибрирует и просто стукнется. И всё. Денег стоит... Ну, не 10 рублей.